Привет друзья подписчики, для вас я перечитал много материалов в интернете и выделил более интересные информации для коробок семейства ТСГ концерновак. Прошу всех, кто имеет какой-то опыт с эксплуатацией и ремонтом ТСГ коробок, написать свое мнение и советы в комментариях этого видео. Какие проблемы доставляет ТСГ? Сразу же стоит оговориться, что десятки тысяч водителей ездят на машинах с роботами ТСГ и ни на что не жалуются. Однако доля тех, кто недоволен покупкой все-таки достаточно велика. Что же их беспокоит? Какие неисправности характерны для ТСГ и что советует мастера? Самая частая проблема тачки при смене передачи. Сопровождающие движения. Тиски сцепления слишком резко смекаются и машину тергают. Второй известный недостаток вибрация при старте, лязг, скрежет и другие посторонние шумы во время смены скоростей. Среди прочих проблем износ втулок валов, вильки выключения сцепления, нарушение контакта соленоидов, грязь на датчиках и масло в антифризе. Реалии показывают, что с первым ремонтом ТСГ пережливые автовладельцы сталкиваются через 180-220 тысяч километров пробега. Если же этими советами пренебрегаться, постоянно подвергаться перегрузкам проблемных узел, тогда с необходимостью ремонта в поле можно столкнуться уже через 30-40 тысяч километров. Основной поставщик проблем – это мозг коробки, то есть мехатронный модуль, управляющий сцеплением и, собственно, коробкой передач. Бывают, правда, и другие поломки. Роботизированная 6-ступечантая коробка с мокрым вцеплением TQ250 появилась раньше своей сухой сестрички. Проблем своим хозяевам она доставляет гораздо меньше. Также для автомобилей оборудованных TQ250 не желателен чип-тюнинг, повышающий мощность двигателя. Улучшая динамические показатели автомобиля, можно существенно уменьшить срок жизни ТСГ-коробок. Что касается ТСГ-7, самая сложная операция, связанная с 7-ступенчатой сухой ТСГ – замена подшипников вильки переключения передач. Главная причина некорректной работы 7-ступенчатой ТСГ – ее сухое сцепление. Оно быстро изнашивается из-за тяжелых условий у эксплуатации в плотном городском трафике. Поэтому у вопроса, как эксплуатировать ТСГ, есть один очевидный ответ – избегать режима КАЗ-Тормоз. Ведь главный враг робота – пробка. Характерные проблемы для ТСГ-коробок семейства DQ-200 Ускоренный износ сцепления. Выход из строя подшипников вилок переключения передач. И поломка механизма переключения передач. Производитель не регламентирует замену масла в механической части DQ-200. Оно рассчитано на весь срок службы коробки. Но все-таки для продления жизни специалисты рекомендуют менять масло в коробке каждые 50 тысяч пробега. Мастера рекомендуют заливать не 1,7 литр, как предписано заводом, а 2,1 литр масла. Практика показала, что с таким объемом жидкости эти детали ходят гораздо дольше. Замену и далеку масла можно доверять только опытным специалистам, так как нуждаются специальные инструменты для этого. Подшипники на вилках переключения чаще всего страдают в случае несвоевременной замене сцепления. Либо в результате чип-тюнинга двигателя или слишком агрессивного вождения. Официальный сервис меняет его целиком, а народные умельцы уже научились его ремонтировать. Совчасти необходимые для ремонта мехатроника есть в свободной продаже и ее легко можно купить. В интернете сейчас легко можно найти разные приспособления и ремкомплекты для всевозможных TSG. Ссылку оставлю ниже в описании. Надежность сухой семиступенчатой TSG можно повысить обновить программное обеспечение. Последнее поколение семиступенчатых TSG с индексом TQ500, который устанавливается на некоторые автомобили начиная с 2014 года, уже могут похвастаться надежностью, сравнимой с классическими гидромеханическими автоматами. Чтобы разумно использовать ресурс TSG и продлить срок ее службы, достаточно придерживаться основных правил. Вот что советуют специалисты. Первое. При переходе между основными режимами всегда следует сажимать тормоз до упора. Второе. Ваг в инструкции своим машинам пишет, что если авто будет стоять дальше минуты около светофора, селектор необходимо переключить в нейтрал, чтобы как раз так и избежать перегрева мехатроника. Третье. При переключении режимов движения следует действовать плавно, допуская секундную задержку. Та же современная электроника нуждается в запасе времени на отклик. Четвертое. Не способствует долговочности коробки TSG агрессивный стиль вождения. Никто не говорит о том, что нельзя резко ускоряться, но постоянно ездить в таком режиме не следует. Любите спортивный стиль езди? Тогда покупайте машину с механикой. Пятое. Советно сокращает ресурс коробки пробуксировки. Старайтесь с собой осторожностью передвигаться по снегу. Если возникла необходимость выбраться из снежного плена, используйте ручной режим трансмиссии. Стоит ли брать машину с семиступенчатой TSG? Если вы выбираете подержанный автомобиль выпуска от 2010 до 2013 года, то однозначно нет. На первые годы выпуска пришелся пик проблем с коробкой, и покупатель такой машины автоматически попадает в группу риска. Затраты на ремонт могут быть неоправданно высокими. В той или иной степени опасаться следует только сухой DSG с семью ступенями. Все остальные варианты роботов работают без лишних нареканий. DSG-7 ставили и ставят на относительно слабенькие модификации с моторами объемом до 1,8 литров. Концерн МВАГ проводит всесторонную работу над ошибками, постоянно анализируя статистику эксплуатации машин в российских условиях. Подтверждение тому отличные показатели надежности семиступенчатой DSG с мокрыми сцеплениями DQ500, которую с 2014 года устанавливают на некоторые машины концерна. Предназначение для российского рынка. Вывод. Откровенные проблемы с немецкими роботами обусловлены в основном неадекватной эксплуатацией. Сервисмены всех мостей советуют думать головой, не увлекаться агрессивной ездой и не мешать коробке DSG работать. Ну и в конце нашего видео хочу поблагодарить за внимание и просто подписаться на канал, нажать на колокольчик и на кнопку лайк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok